В эфире телеканала Дом 5 вопросов на злобу дня. Говорим о самом важном, интересном и актуальном. В студии работает Олег Борисов. Здравствуйте. Добрый день. Вопросы отправляйте на почту, указанную внизу экрана. И прямо сейчас начнем разговор с вопроса нашего зрителя, нашему гостю. Внимание на экран. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о новых правилах прохождения военной службы. Что конкретно изменится? Олег, вам слово. Ну, в сущности, не меняется практически ничего. Меняется только структура самих военкоматов. Создается единый электронный реестр всех военно обязанных граждан Украины. Независимо от пола и возраста, кто попадает под призыв. Вот. И во всем остальном работа военкоматов и порядок призыва остается прежним. Вот, скажите, пожалуйста, в Украине предлагается создать учет резервистов. Какие изменения ждут их непосредственно? Ну, вот я уже упомянул об едином электронном реестре. Этот реестр будет включать в себя всех граждан Украины, которые имеют военно-учетную специальность и являются военно обязанными. Дальше они будут делиться на категории. Это резервисты, это участники территориальной обороны и это просто военно обязанные, допустим, такие специальности, как медики, связисты и другие, которые всегда были в приписном составе вооруженных сил страны. А далее и будет молодое пополнение. Люди, которые достигли 18-летнего возраста, они будут попадать в этот единый реестр, проходить медицинскую комиссию, проходить тестовый отбор, то есть профотбор у них будет, какие наклонности, характера, что лучше, что хуже. То есть, ну, как бы мы работаем над качественным, над сортировкой по качеству, по качественному компоненту всех призывников. И далее до 28 полных лет человек может получить повестку для того, чтобы быть призванным в ряды вооруженных сил Украины. И либо же, достигнув 20-летнего возраста, он может спокойно прийти в любой военкомат или пункт комплектования вооруженных сил, как это будет теперь называться, и подать рапорт о заключении контракта с вооруженными силами и уже поступить на службу, как военнослужащий по контракту. Говорит ли это о том, вот все эти изменения, что улучшится качество подготовки военнослужащих? Ну, в принципе, они направлены именно на улучшение качества отбора тех, кого призывают на военную службу и тех, кто заключает контракт. Это, в принципе, главная цель всей вот этой вот системы, которую начинают строить на основании этого закона. Еще вопрос. Вот мы разговаривали с экспертами не по военной тематике, а вот совершенно по другим, юридическим, законотворчим и так далее, что Украина потихоньку делает шаги навстречу к Европейскому Союзу, чтобы переоборудовать свою армию под стандарты НАТО. Скажите, пожалуйста, вот эти изменения, они также делают шаг вперед к, условно говоря, к цивилизации, к стандартам НАТО, возможно. Возможно, это первые маленькие шажки, но очень важные. Конечно же, да. Мы структурируем согласно прав человека для того, чтобы выровнять применение законодательства Украины каждому гражданину Украины. Ну, в данном случае гражданину, который военно обязанный. Поэтому, да, действительно, это упорядочивает учет военно обязанных, порядок их сопровождения по возрастным категориям и порядок их призыва на воинскую службу. Либо срочную, либо службу за контрактом. Олег, позвольте еще вопрос. Вот в документе этого законопроекта, закона, прописаны новые штрафы, более суровые. За что эти штрафы будут предназначаться? Эти штрафы будут за уклонение от воинской службы. Если вы немножко, мы с вами отмотаем назад, то у нас был законопроект, который изменил порядок вручения повесток. На сегодняшний день у нас повестку может вручать как не только родственники первой линии могут получить повестку под роспись, либо лично в руки самому призывнику. Сейчас еще работодатель обязан, и местные советы обязаны вручать эти повестки соответственно людям, либо родственникам первой линии, либо невосредственно призывникам. Также законодательством Украины ранее было более жестко определено порядок постановки и снятия с учета. То есть сегодня нельзя устроиться на работу, нельзя получить заграничный паспорт и выехать за границу без отметки военкомата. Что ты стоишь на учете, если ты являешься военно обязанным. Или предоставить справку, что ты снят с воинского учета ввиду перечня определенных болезней. Соответственно, те, кто получил уже повестку, иногда уклоняются и не являются по этой повестке. И вот для того, чтобы мотивировать людей не уклоняться от воинской службы, государство увеличивает размеры штрафов и ответственность, в том числе, кстати, и уголовную, за неявку и уклонение от воинской службы. И последний вопрос, он, кстати, и меня, возможно, касается. Я офицер запаса, я учился два года в военном институте, прошел военную кафедру, ездил на полигоны, жил в казармах и так далее. Таких, как я, очень много людей. Как-то коснется их, таких людей, как я, изменение в данном законе? Потому что, по сути, я являюсь офицером запаса. И, как мне сказали когда-то в военкомате, в случае объявления военного положения я автоматически уже нахожусь в резерве. Таких ребят, как я и меня лично, это как-то коснется эти изменения? Да, коснется, обязательно коснется. В первую очередь, постановка на учет, это раз. И второе, соответственно, генеральный штаб должен разработать план повышения и восстановления квалификации всех резервистов и офицеров запаса. И, соответственно, вы в какой-то определенный период, через год, два или три, можете получить повестку на прохождение военных сборов, где будут обновлены все ваши знания и навыки по военно-учетной специальности. И дальше вы будете приписаны к какой-то воинской части, о чем вы будете знать. И будете дальше жить обычной нормальной жизнью, но уже более с качественным учетом. В последующем, я так думаю, что мы придем, скорее всего, к модели, частично к швейцарской модели, когда военнослужащим запаса, особенно тем, кто будет составлять ОРГ-ядро или являться резервистами первой очереди, будет выдана воинская форма, они будут точно знать часть подразделения и свою должность. Ну и в самом лучшем, конечно, случае это оружие и боеприпасы. Чтобы он, допустим, в первую очередь в течение 24 часов могла встать в строй и приступить к боевому слаживанию для выполнения боевых задач. Честно говоря, вот про то, что вы последнее сказали, очень полезно обновить свои навыки, потому что вот спустя того, как я принял присягу, наверное, с украинскому народу прошло 8 лет, и, честно говоря, я сразу же сходу не вспомню даже, как перезаряжать правильно, вытаскивая торжок из автомата Калашникова. Поэтому это очень полезно. Спасибо вам большое за то, что вы присоединились к нашему эфиру. О новых правилах прохождения воинской службы говорили с военным экспертом Олегом Ждановым. И эту программу вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале, также подписывайтесь на наши странички Facebook, Instagram и TikTok, там для вас очень много интересного контента. Спасибо, что доверяете и помните, Украина – наш дом. Украина